Доброе утро! Во-вторых, рассказывайте, что было самым сложным на этом конкурсе. Самым сложным, я думаю, было творческое задание. Это задание домашнее, и каждая женщина старалась показать себя с самой лучшей стороны. Что вы готовили на творческий конкурс? На творческий конкурс я готовила музыкальную пантомиму на песню Абадзинского «Эти глаза напротив». Это «Большие куклы на руку». Ничего себе! Вот это да! Наверное, жюри этим и покорили. Я думаю, что этим. Вообще, вот чем этот конкурс, в котором вы участвовали, похож или не похож на те традиционные шоу, где выбирают первых красавиц? Я думаю, что похож он только дефиле в вечерних платьях. А не похожи в том, что это довольно сложный конкурс. Надо было отвечать на вопросы о родном городе и узнавать по фотографиям замечательные места и памятники нашего города. А все ли справились хорошо с этим заданием? Я подсматривала, по-моему, все хорошо отвечали. Ну и здорово. Ирина Евгеньевна, я знаю, что вы удивили жюри множеством своих талантов. Во-первых, вы выпустили 10 сборников своих стихов, организовали музыкальную гостиную в библиотеке Набожова, занимаетесь благотворительностью. Как ваши родные относятся к вашему столь активному образу жизни? Они меня во всем поддерживают. У меня двое детей, прекрасный муж и четверо внуков. Невероятно! Откуда черпаете столько энергии? Я думаю, от любви к людям. У меня есть такие слова, такие стихи. Задаю я вопрос себе, кто я, что хорошего в жизни моей. Я костер, я костер у дороги, согревающий души людей. А как при таком графике у вас еще остается время на рукоделии? У каждой женщины остается время на рукоделии. У каждой женщины есть какие-то минуты отдыха. И в минуты отдыха вечером я делаю своих прекрасных кукол. Вот кого вы нам сегодня принесли? Рассказывайте. Какие самые любимые? Самые любимые это мои бабки-ешки. Какие они симпатичные. Вот такие бабки-ешки. И еще куколки на счастье, которые я дарю всем своим родным и знакомым. Вот мне от вас тоже очень даже повезло. Мне такую куколку Ираида Евгеньевна тоже подарила, друзья. Так что я очень и очень даже рада. Спасибо вам огромное. Безбородие. Мы сегодня в программе обсуждаем, кто себя как мотивирует. Бывают, знаете, такие моменты, вот что-то нужно сделать, но категорически не хочется. Вот какой ваш совет? Как справляться с этим? Справляться? Это надо просто любить людей. Это надо думать не только о себе, а о окружающих, о родных и близких, и друзьях. Какая у вас впереди непокоренная высота? О чем вы мечтаете сейчас? Я уже много высот покорила. Недавно я сплавилась по часовой. А еще мне хочется спрыгнуть с парашютом и верхом проехать по Алтаю. Невероятно. Ираида Евгеньевна, всяческих вам удач и успехов. И, конечно же, не останавливайтесь. Продолжайте и мечтайте. Будем вас поддерживать всячески. Всегда готова. Спасибо вам большое. Здоровья вам. Сил, я еще раз вас поздравляю с заслуженной победой. Напомню, что у нас в гостях была победительница конкурса красоты среди женщин пожилого возраста, который называется «Золотой возраст-2013». Он проводился при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. Ну а мы продолжаем нашу программу. Вернемся в студию «Утро ТВ» буквально через пару минут.